Я занимаюсь развитием вейкборда в плане организации лагеря, подготовительного лагеря, спортивного, тренировочного. Тренирую местных спортсменов, а также приглашаю спортсменов из Европы и России для тренировок. Этот выбор я сделал давненько. Считаю в нем себя специалистом. Знаете, поговорка есть, кто на что учился. Вот я долгое время на него учился. Первая доска была предоставлена мне другом, а подарена после моего первого сальто. У меня был договор с дядей. Он сказал, как сделаешь сальто, подарю тебе доску. Вот так и произошло. Я сделал сальто, и через неделю уже была у меня первая доска. Она была белая, Liquid Force Substance, 138-я ростовка. Я до сих пор ее люблю, она стоит у меня как в музее теперь. Розвенькая моя любимая доска, тоже бренда Liquid Force. Она резкая, она маневренная, высоко пуляющая. Ну, в общем, я люблю ее. А, за то, что она яркая, очень классно смотрится в кадре. Черные, они на фоне зелени не видны. А яркую доску всегда можно разглядеть, и всегда можно увидеть, как высоко я прыгаю и какой сложный трюк я делаю. Вейкборд — это не опасно. Как и любой вид спорта, имеет под собой понятие о безопасности. Однажды я сломал себе ребро пряжкой жилета. Еще при одном трюке исполнений, самый, наверное, известный рейли, там вытягивает так позвоночник и, ну, в общем, межпозвоночная грыжа была. Современный, модный и молодежный. Хотя, так как вид спорта не дешевый, раньше это были люди состоятельные, сейчас он стал более доступен, и люди совершенно поменялись. И стиль тоже поменялся. Для меня стиль — это важная черта спортсмена, которой выделяется индивидуальностью. Я люблю серфовый стиль. Сёрферы такие, чуть с длинными волосами. Хотя два раза в год меняю этот стиль на короткую стрижку. Очень просто. Ну, после моего объяснения, девочка встала с первой попытки. Просто встала и поехала, и... и всё. Молодец. Это же мой папа. У меня несколько есть движений. Есть моё личное направление, когда я хочу, чтобы всем вокруг стало хорошо. А относительно личностных каких-то вещей моя мечта — это иметь дом на озере у подножия гор. Сёрфинг. Если не виды спорта, если не спорт, то что-то, наверное, какие-то нанотехнологии, может. Конечно, я экстримал. Я... Ну, правда, с каждым годом всё меньше и меньше себя подвергаю какому-то экстриму в плане неизвестности. То есть экстрим — это то, что ты делаешь, что тебя пугает, с одной стороны, заставляет выделять адреналин и эндорфины. Но я становлюсь опытнее. Для меня становятся всё обыденнее какие-то вещи, кажущимися для обыденного человека экстремальными. Ну, и с годами начинаешь себя больше сохранять, что ли. Днестр. На Днестре я себя чувствую как дома, она уже такая родная водичка. Нас обожают рыбаки. Одни рыбаки сообщают нам о том, что у них идёт клёв после нашего проезда мимо них. Вторые рыбаки нецензурно выражаются в наш адрес, испытывая какой-то дискомфорт. Я бы не сказал, что у них клёв перестаёт быть. Просто они не осознают того, что Днестр не является их собственностью. И это общественное место, где каждый волен заниматься тем, чем желает. Им недоброжелателей-то особо нет. Я просто за то, чтобы все люди, наоборот, были друг другу добрее, интересовались увлечениями друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok